Дай почитать А вот воспитанники лицея могут быть в опасности. Частный пристав Иван Сергеевич Краснопольский отправляется в Царское село. В лицее первое учебное заведение, которое готовит государственных чиновников высшего ранга. Автором проекта создания лицея стал Спиранский, уверенный в том, что в государственной власти должны стоять люди, самостоятельно мыслящие, обладающие широкими знаниями и желающие применить их для блага Отечества. Торжественное открытие состоялось осенью 1811 года. В лицее закрытое учебное заведение. Все шесть лет обучения лицеисты не могут его покидать. Учебный год длится 11 месяцев. После трех лет обучения проводится публичный экзамен, где присутствует министр просвещения и члены Академии наук. Родители к лицеистам приезжают редко. Дорога из Санкт-Петербурга в Царское село стоит 25 рублей. На эти деньги можно корову купить. Кстати, стать лицеистом могут не все, только мальчики, имеющие дворянское происхождение, рекомендацию и прошедшее собеседование лично с самим министром просвещения Российской империи. Вы скажете, дорогие слушатели, что все это вам хорошо известно, не спорю, но не все школьники средних классов это знают. А именно им и рекомендован исторический комикс Мария Коноплястой, автор текста, и Анна Хопта, иллюстратор проделки Саши П. и его друзей. За основу сюжета книги взят случай, который на самом деле произошел с лицеистами осенью 1814 года. И хоть некоторые детали этой истории вымышленные, но преподаватель, расписание, занятия, ученики лицея, предметы – самое настоящее. Так кто же устроил на кухне беспорядок? Сыщик быстро установил личности нарушителей. Дело в том, что лицеисты жить не могли без стихов. А лицейский надзиратель Пелецкий запретил сочинять стихи во внеучебное время. Поэтому стихи стали писать подпольно, да еще и сделали новый номер журнала «Лицейский мудрец». И семеро лицеистов хотели отметить это событие горячим шоколадом. Но, что называется, следы не замели. Кем стали эти проказники и шелуны в будущем? Читатели найдут подробные ответы на этот вопрос. Кем стал Иван Малиновский, Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвик, Александр Горчаков, Константин Донзас, Алексей Ильичевский, Владимир Вольховский и седьмой из составителей лицейского мудреца Александр Пушкин. Он окончил лицей не самым первым учеником, 24-м из 29 выпускников. Но не это главное. В 1826 году вышел первый сборник стихотворения Александра Пушкина, раскупленный за несколько недель. Пушкин не просто первый русский писатель, который стал зарабатывать литературным трудом. Это гений, солнце русской поэзии. Куда бы нас ни бросила судьбина, И счастье б куда ни повело, Все те же мы, нам целый мир чужбина, Отечество нам царское село. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!